Как вы считаете? До 50. Понятно? На поляне радиотехнического университета обычная тренировка футбольной школы юниор. Сразу у нескольких возрастных групп оттачивают мастерство паса. Сегодня в крупнейшей частной футбольной школе Рязани азы футбола постигают более 500 ребят. Открыты 4 филиала. Философия игры, которую здесь прививают, это не столько победа любой ценой, сколько воспитания командного духа и всестороннее развитие юного футболиста. Основная наша миссия, скажем так, это юниор, это футбол, который нравится детям. Детям нравится делать то, что у них хорошо получается. По этой причине мы, собственно, делаем не одну группу в филиале, а там две. Или, если позволять, то три группы. Ведет, как правило, этой группой один тренер. То есть, что это дает? Это дети любят своего тренера, потому что в младших возрастах смена тренеров – это такой болезненный процесс для детей. Конечно, тренер для ребят фигура знаковая. Свой футбольный путь здесь малыши начинают с трех лет, и часто именно наставник берет на себя еще и отеческую функцию. Захар Черных, в недавнем прошлом профессиональный футболист, преподает в школе уже пять лет. Говорит, иногда приходят даже дети, которые разговаривают с трудом. Поэтому одна из главных задач для тренерского штаба – это социализация ребенка. Ну и, конечно, воспитание. Самое главное – объединить их, показать им, научить чему-то. То есть, каким-то базовым аспектом, так скажем. Ну и, соответственно, командный дух развить. Потому что для них это для многих очень такой переломный тяжелый момент. Так как некоторые тренировки там, они, бывает, проходят без родителей. И поэтому, как бы, тут не только футбольный план на первом месте, скажем так. Психологическая работа. Понятно, что спортивные результаты – вещь тоже немаловажная. Совсем недавно на городских соревнованиях юниор пятнадцатого года рождения взял серебро. Безусловный успех – второе место и в межрегиональном турнире в Казани. Вот только спешить в футбольной школе юниор не принято. И каждую возрастную группу к таким турнирам подводят аккуратно. Нам важно эмоционально их постепенно готовить, чтобы они там по 20-30-0 не проигрывали, и родители не расстраивались, и все. Удержать в футболе, в спорте максимальное продолжение времени. Потому что темп развития у детей – разность абсолютно. А наши реалии, к сожалению, все заточены на результат. То есть вот если дает тренер и команда результат, значит тренер хороший. А на самом деле все не так. Мне лично, как руководителю и моей команде всей, наличие кубков и каких-то призовых мест – оно приятно, оно симпатично, но это не самоцель, из-за которой нужно орать на детей, требовать от них каких-то невозможных вещей, там как-то себя вести, возбужденные излишне. Все, турнир – это некий срез готовности детей в отдельно взятый промежуток времени. Один из творцов казанского успеха – юный форвард Егор Горинов. Он лучший бомбардир рязанцев, на его счету 11 мячей. По словам Егора, изнуряющий турнир. Из 10 команд рязанцы прошли спокойно, но в финале вмешался объективный фактор. И рассуждает он об этом довольно зрело. Ну, мы, в принципе, не боялись перед турниром. В финале очень жестко сыграли. Ливень был, в дождь играли. И поэтому не удалось показать, на что способны, да, наверное? Ну, скользко было, мяч скользкий. Набор футбольную школу юниор проводят обычно в августе. Сразу после летних сборов. Учитывая, что филиалов у школы 4, во всех районах города, проблем с логистикой нет. Так что, если вы еще думаете, куда отдавать ребенка, футбольная школа юниор – самый правильный выбор. С высокой тренерской квалификацией.